На данном этапе сложно говорить еще о победителях, потому что все пошли разными немножко путями. Кто-то сразу же оформил юрлицо, начал работать с поставщиками, кто-то решил наоборот сначала организовать внутреннюю работу, а затем уже заниматься продажами. Ну и плюс есть разные профили, которые в принципе очень сильно отличаются, потому что мы будем оценивать по очень многим критериям, и в том числе и по объему волженных средств. Есть ребята, которые, ну скажем так, пока тяжеловато идут, но у них есть еще время разогнаться. С 2015 года я занимаюсь в принципе предпринимательством, и так вышло, что мне исполнилось 18 лет, и ну пора же открываться. Это что-то делать больше, чем как просто составлять бизнес-планы, вот. И, ну, мне это все нравилось, особенно сделать магазин одежды, я мечтала с 12 лет, и как раз таки моя мечта сейчас сбывается, и хорошо в принципе сбывается, так что я очень рада этому. У меня соотношение качества и цены, причем цена по отношению в масс-маркет, как в Амол, например, не высокая, а ткань очень качественная. И у меня свои изюминки-то в плане фасона, в плане того, что как одеть, с чем одеть, потому что вот это платье можно с кроссовками и с туфлями. Также это изюминки, потому что у меня есть лампасы на каждой из моей коллекций, вот. Но, конечно, в дальнейшем будут и другие коллекции, то есть я не ограничиваюсь какой-то именно одной, каким-то одним стилем, вот. Так что в дальнейшем у меня вот будет Ульямская неделя моды, где я представлю именно вечернюю уже коллекцию, где будут мои вечерние платья. Я занимаюсь продвижением Инстаграма, сейчас я делаю свое небольшое маркетинговое агентство. То есть по продвижению брендов, личностей, магазинов в Инстаграме. То есть мы занимаемся привлечением клиентов, сливового аудитории, подписчиков, делаем мобилей, аккаунтов в Инстаграме. Потому что сейчас Инстаграм – одна из самых популярных сетей. И клиенты там платежеспособнее, чем ВКонтакте. Большинство людям нужен необходимый толчок, который у нас нет. Некая мотивация и просто поддержка, который не может там оказать. Допустим, родственники не могут оказать поддержку, потому что они считают, что учеба в арте, чем в бизнесе. Поэтому менторы, участники все друг друга поддерживаем, все друг друга рады.